Как действовать в чрезвычайной ситуации? С 1 сентября во всех образовательных учреждениях еврейской автономии проводятся учения по эвакуации в случае возникновения пожара. Как подобная проверка на оперативность персонала прошла в первой школе Биробиджана, знает Виталий Ищенко. Вместо того, чтобы срочно повестить всех о возникшем возгорании, преподаватель повела себя несколько странно. Она просто вышла из школы. К чему привела такая растерянность, если бы чрезвычайная ситуация возникла на самом деле, догадаться несложно. Экстренный сигнал все-таки прозвенел, и детей с опозданием начали эвакуировать. Общий сбор за воротами учреждения. Учителя докладывают директору о количестве выведенных на улицу школьников. Сверяю цифры. Среди эвакуированных не досчитались медика, хотя она должна была покинуть здание одной из первых. Медработник наконец-то вышла. Эвакуация закончилась через 11 минут 14 секунд. По нормативу не больше пяти. Сегодня почему-то персонал очень действовал растерянно, неуверенно и неорганизованно выводили детей. Учителям английского языка дали водное возгорание, и данный учитель не смог никаких действий предпринять, чтобы эвакуировать всю школу. Затем уже в кабинете директора сотрудники МЧС составили акт по результатам учений, в котором указали на допущенные нарушения и дали рекомендации, как действовать персоналу школы в таких ситуациях. Учения по пожарной безопасности здесь проведут повторно. Несмотря на то, что накануне учебного года мы повторяли все инструкции, был проведен с ними инструктаж, я думаю, что нам еще раз придется поговорить. У нас есть учебный фильм свой, мы еще раз его посмотрим, чтобы учителя еще лучше отложили свои действия при возникновении чрезвычайной ситуации. С начала сентября подобные проверки проводят во всех школьных и дошкольных учреждениях области. Задача одна – научить тех, от кого будет зависеть судьба детей. В чрезвычайной ситуации действовать быстро и хладнокровно.